Необходим подвиг для христианина. Но не подвиг освобождает его от владычества страстей. Освобождает его Десница Вышнего. Освобождает его благодать Святого Духа. О паломничестве Паломничеством издревле назывались путешествия, совершаемые боголюбивыми людьми с целью посещения святых мест и поклонения святыням. Паломничество известно нам еще со времен Ветхого Завета. Ради принесения жертв Богу израильтяне совершали пасхальное паломничество к Иерусалимскому храму. Совершало его и святое семейство – Мария, Иосиф и отрок Иисус. Наступили времена Нового Завета. Разрушен храм Соломонов. Негде стало приносить ветхозаветные жертвы. Паломничество как будто бы прекратилось. Паломники потекли теперь уже к христианским святыням, в первую очередь в Иерусалим, на Голгофу, к гробу Господню, к месту страданий и воскресения Христова. Во время гонений на христиан паломничество к святым местам продолжалось, несмотря на опасность для жизни и угрозы мучений. Разгневанный император Адриан приказал в 119 году завалить пещеру гроба Господня камнями, насыпать над ней холм и установить на нем идола языческого бога Юпитера. А на месте распятия Христова устроить капище Венеры, чтобы истребить в народе и саму память о величайших христианских святынях, а вместе с тем и произошедших здесь когда-то событиях. В эти нелегкие для Церкви времена христиане тайно посещали места подвигов и могилы мучеников за веру. На их гробах служили первые литургии. Это тоже было своего рода паломничество. Ради почитания святых и совершения божественной службы. Конечно же, места, связанные с жизнью и страданиями Господа нашего и Иисуса Христа, не были преданы забвению. Однако до времени паломничество к ним все же было затруднено. Ситуация изменилась, когда в Римской империи к власти пришел святой равноапостольный царь Константин. В 313 году Миланским медиктом он провозгласил свободу христианского вероисповедания. После этого паломничество к христианским святыням стало совершаться свободно. Пример христианского паломничества показала мать царя Константина, святая равноапостольная царица Елена. Она прибыла на святую землю, где с Божьей помощью обрела пещеру гроба Господня и честной животворящий крест Христов. Разрушив капище Венеры и очистив место воскресения Христова, она стала сооружать в Иерусалиме церкви и прежде всего повелела воздвигнуть храм на том месте, где обрели святой гроб и честной животворящий крест. Затем она приказала соорудить храм в Гефсимании, где находится гробница Пресвятой Богородицы в честь ее Успения и еще 18 церквей. Освящение храма Воскресения Христова произошло в 335 году, 13 сентября. И в том же году было установлено праздновать на следующий день, 14 сентября, воздвижение честного животворящего креста Господня. Прошло почти полтора века. Все так же прибывали паломники в Палестину. Все так же собирались они к празднику поклониться всечестному и животворящему древу. Со всех сторон живыми струйками стекались к храму Воскресения Христова. Шли пешие, приплывали на кораблях. На одном из кораблей прибыла на святую землю Мария Египетская. Нежелание поклониться кресту Господню заставило ее, как сама она потом о себе рассказывала, присоединиться к паломникам. Но так или иначе в день воздвижения оказалась Мария с Божьей помощью в притворе Иерусалимского, теперь уже новозаветного храма. Пришла она к порогу храма великой грешницей, не помышлявшей об исправлении, а вышла совсем иной, обновленной, преображенной, с сердцем полным искреннего покаяния, глубокой веры и непреодолимого желания посвятить свою жизнь Богу и спасению души. Шло время. На земле появлялись новые святыни. Блистал великолепием храмов царственный Константинополь. Были построены храмы в Риме и других городах. Просияла преподобными пустыня. В Рим, в Константинополь, в Египетскую пустыню, в другие места потянулись вереницы паломников. Шли, чтобы увидеть великолепие храмов, поклониться величайшим христианским святыням, чудотворным иконам, посетить могилы мучеников, приложиться к святым мощам. Издревле паломничество было распространено и на Святой Руси. Особенно много православных людей стремится побывать в монастырях. Сюда они идут, чтобы приобщиться молитвенной жизни монахов, стать свидетелями их подвигов, смирения, величайших добродетелей, чтобы приобщиться любви, милосердию. Выслушать советы опытных в духовной жизни старцев, получить у них утешение в скорбях, разрешить вопросы, человеческим умом неразрешимые. Этот поток людей, желающих прикоснуться к святыням, ощутить благодать Божию, не оскудевает и с веками становится все больше. Монастыри, тихая пристань. Они подобны светочам, которые светят людям, приходящим издалека, привлекая всех к своей тишине. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова